Доброе утро, друзья! Время 11 часов. Можно сказать, что это еще утро. Мое утро началось в полвосьмого уже в огороде. А вообще, как-то в привычку, само собой, у меня вошло вставать где-то без пятнадцати шесть в шесть. Собачка молчит, дает нам пообщаться. Я решила вам показать, что я здесь уже понатворила. Много новостей расскажу и покажу, и отвечу на некоторые ваши комментарии. А вообще, мне очень приятно, что вы активно принимаете участие в комментарии к последним роликам. Понимаю, что вам нравится следить за нашей жизнью, что у нас тут происходит, чем я занимаюсь, что делаю. Вообще, я так поняла, деревенская тема, тема ремонтов, переделок. Многим интересна, и меня это радует. Итак, смотрите, сколько я уже здесь прокопала. Это уже вторая половина огорода, она шире. И идем дальше, и я покажу, что осталось. Анна Анатольевна, если вы меня смотрите, я очень рада, что вы написали мне вчера комментарий. Анна Анатольевна, это Бурцева. У нее есть свой канал, но что-то в последнее время Анечка его забросила. Вот. Ну, думаю, что всему свое время. Так вот, вчера я получила комментарий о том, что, Лена, все вот эти деревья старые, которые дают поросли, надо убирать. Да. Все будем убирать. Вообще все. И покупать действительно будем деревья, ну, в каких-то магазинах, типа садовод. Это очень ценный комментарий. Я не знала об этом, что деревья имеют тоже прививки. И, в общем, сейчас копала, и там куча всяких порослей вот от этих деревьев. И от яблони нет. А вот это вот слива, возможно, какая-то дичка, дикарка, как там называют. И там вот все это дает поросли, и потом их вырубывать нет. Это не для меня. Все это я с Лешиком удалим весной. Вчера нашла яблочко от этой яблони. Да, вкусное в траве, представляете, копала и нашла. Там под яблони даже нашла клубнику. Отрыла ее от сырников. Оставлю, конечно, не буду перекапывать. Там под яблони она пока никому не мешает. Но все будем удалять. Яблочко вкусное, но яблоня уже отжила свое. Она старая. Там просто пришло время, так скажем. Я здесь посеяла, кстати, чеснок. Вот здесь вот на пятачке. Анечка привезла от папы. Она ездила к папе на Украину. И привезла чесночок, знаете, какой? Который из стрел. Вот на семена которые. Не знаю, что получится. Тут вот то ли собака, то ли коты походили. Видите, какие? Ну, какие-то соседские. Собака тут не пройдет нигде. Вот кошки, наверное, потоптали. Вот это что за фигня? Тоже не знаю, что это за куст. Тоже будем удалять. Ну, а теперь плавно еще отвечу на один комментарий по поводу... Лена, не надо убирать траву. Вот так копай, переворачивай и все. Я с этим немножко не согласна. Друзья, так можно было бы сделать, если бы не настолько был запущен огород, не настолько была запущена земля. Ну, посмотрите, что творится. Вот это вот семена щерицы. Вот я вам сейчас покажу. Вот, вы видите? И вот тут ее вот... Это я еще не добралась сюда. Обычно я это вырываю, а потом копаю, чтобы хотя бы щерицу мне не отделять. И вот эти все семена высыпятся в землю. И весной у меня будет шикарный урожай щерицы. Потом вот семян сколько, вы посмотрите. Здесь много что растет. Я не знаю, что вот это такое весь огород заполонило. Здесь такие мощные корни. Ну, вот, вот они. Вот, смотрите, вот зачем мне вот это нужно в земле? Объясните, пожалуйста. Нет, я так не хочу. Поскольку погода мне дала все, как бы, вскопать, у нас в теплогене на неделю будет вот такое солнышко и тепло. Сегодня 13 градусов тепла. Это вообще просто шик и блеск. И еще будет неделю стоять. Мне здесь буквально на три денечка работы, чтобы докопать вот до конца. И все. Поэтому время есть. Я, как бы, нормально себя чувствую. Ничего у меня не болит. И все перетрясу. Вот, видите? Вот, посмотрите. Это вот одуванчик. Посмотрите, какие корни. Зачем я это буду оставлять в земле? А вот так просто копнуть и оставить вот это в земле, это все вырастет весной. Поэтому я все это выдираю и выбрасываю. Пока есть силы, буду делать так. Конечно, если бы у меня было времени в обрез, я бы просто торопилась там за 2-3 дня все вскопать, потому что скоро уже зима. Уже завтра ноябрь. Но я не помню, на самом деле, не помню такого октября, чтобы мухи летали вот 31 декабря. Алеша мне сегодня по WhatsApp сказал, что в 1920 году самая низкая температура была 31 октября, минус 22 градуса. Минус 22. А самая теплая плюс 13 или 18 в каком-то тоже году. Вот, наверное, в этом году мы переплюнем эту границу. Так, теперь покажу, как нам еще повезло с мусоркой в конце огорода. Сейчас вы скажите, что же тут такого повезло. Я вам сейчас объясню, сейчас покажу. Смотрите, вот граница, нижняя граница нашего участка. А дальше вот там, вы видите, это русло реки, которое сейчас не течет. Там сухо. И вот такой ров образовался. И мне очень удобно выбрасывать траву вот сюда, за забор. Прям взяла, швыранула, вон там очень глубоко. И вот по той стороне та улица, я не знаю даже, какая там улица, вот домики стоят. Они тоже так же делают траву, какие-то, ну, это мои сладкие, петушок кричит. Какие-то, может быть, с огородов, ветки. Все бросают вот сюда. Очень удобно. А у соседки вот они очистили. Сейчас вот подойду, если захвачу, чтобы вы увидели. Собака, главное, чтобы не гавкала. Вот у них здесь шифер, видите, забор из шифера сделан. А внизу там расчищено это русло реки. И туда ходят курочки пастись. Я, конечно, это делать не буду. Ни в коем случае. Мне сил не хватит, чтобы вниз вот это расчистить. Сюда и не надо мне. Вот. Так что, очень удобно выбрасывать траву в конце огорода за забор. Там хватит на всю мою жизнь. Теперь, по поводу... Еще какой-то вопрос был. А, вопрос. А дочь купила квартиру в Москве? Друзья, вы ролики вообще смотрите? Или вы только название посмотрели и все? Что? Какая Москва? Дочь еле-еле по своему бюджету успела купить квартиру, я же говорю, в 10 минутах от меня. Я живу в городе Чеплыги. Вот. Ну вот, плавно перешли к этой теме. Получили мы ключи. Заказали замер. Ну, надо менять сразу окна, двери, балкон остекли... Как это? Ну, в общем, остеклинять, да? Правильно сказала? Остеклять? Не знаю. Ну, в общем, вы меня поняли. Здесь не так уж и много фирм. Приехал этот замерщик, померил и говорит. Я во вторник вам, типа, скажу цену. Ну, мы уже при... В общем, стали ждать вторника, когда нам озвучат вердикт. А вчера, в субботу, позвонила менеджер и озвучила сумму. У меня, честно говоря, отвисла челюсть. Друзья, 160 тысяч за два окна. Третье – это балконный блок и остекление балкона. Вот это 160 тысяч. Это очень-очень дорого. Очень дорого. Так, мало того, она уже пошла, в общем, в эту фирму. Ну, как бы уже, можно сказать, мы согласились с этим. Внесла 80 тысяч предоплаты за это все. А когда стали составлять договор, она ей говорит. В договоре прописываем то, что если на момент установки окон материал подорожает, то заказчик доплачивает. Вот это нам вообще не понравилось. Это скрытые расходы, я называю это так. Аня задала вопрос, а почему сейчас не закупить весь материал и заключить нормальный договор, сфиксированный уже темой, ценой? На что она ей ответила. У нас нет склада, куда это все, ну, вот если мы сейчас купим, нам негде хранить. То есть, получается, заказчик должен еще и оплачивать, можно сказать, аренду их помещения. То есть, они не арендуют помещение, а заказчик платит цену за то, что вот разницу между ценой. Короче, мы плюнули, отказались и будем искать другую фирму. Так что, если меня смотрят сейчас люди, которые живут в Чеплыгине, может быть, Лев Толстой, но здесь рядышком, Кривополянье, подскажите мне мастеров по пластиковым окнам и дверям. А, еще там в эту сумму входили двери. Но двери стоят 21 тысячу плюс 3 тысячи установка. Входные двери, я имею в виду. Все равно это очень-очень дорого. Причем она выбрала не самый дорогой профиль. Это не Рихау, еще там какой-то есть, а средний профиль. Так что, вот такие цены и вот такое отношение. Теперь по поводу, я не знаю, я отвечала на вопрос, почему я копаю огород и что вы мне там пишете, это не женская работа. Да, друзья, конечно, это не женская работа. Я согласна. Но я сейчас не делю женскую работу на мужскую. Деньги тоже надо кому-то зарабатывать. И Лешеку в Москве это делает. Ну, а я буду потихонечку здесь ковыряться. И вы знаете, я ничего стыдного и зазорного в этом не вижу. Потому что я делаю это с удовольствием, с чувством, с тактом, с расстановкой. И мне это приносит громадное удовольствие. Так, теперь давайте покажу вам сарай. Я вам обещала показать. Видите, какие здесь скобы. Он достаточно такой крепкий. Сделан из шпал. Причем тут такая технология шпал интересная была. В общем, как вот кирпич кладут, да? Вот так вот шпалы сложены. И все это скобой соединено. То есть мы планируем с Лешиком сделать здесь обрешетку. Утеплить его и сделать презентабельный вид. И он будет смотреться, поверьте, очень-очень замечательно. Поменяем крышу и будет новенький сарай. Поменяем вот здесь окно. Конечно, вот это вот. Все вот эти городушки я уберу. Вот этот стол мне пригодится. Очень тоже такой крепкий, как верстак. Леша, кстати, купил мне шлифовальную машину. Но можно его будет немножечко отшлифовать и перекрасить. И будет как верстачок. Очень даже хороший столик. Ну, а все остальное, вот это безобразие, я уберу. Вот эти все надо узнать еще прием металлолома. Столько металла здесь находятся. Всякие ведра. Да много там в сарае много. Вон ванная лежит, ржавая. Все это поздавать. Может получить какую-то копеечку и что-то купить. Вот холодильник старый здесь стоит тоже на металл. Ну и плавно давайте покажу вам сарай. Значит, в сарае проведен свет. Вот здесь немножко просела крыша. Ее бы вот здесь поддомкратить. Это все можно сделать. Тоже сделать обрешетку внутри. И будет хорошее помещение. Так что сносить эту красоту мы не будем. Он сухой. Все доски, все вот эти перекладины, ничего гнилого нет. В общем, все хорошо. Здесь в сарае погреб. Но сейчас вы не увидите. Короче, там вниз лестница есть. Но там темно сейчас. Света нет. Не проведено. Нужно будет там делать полки. Вот такая крыша с отдушиной. И бывшие хозяева нам оставили просто клад. Смотрите. Во-первых, вот такой ящик я здесь посмотрела. Здесь столько всяких, как это называется, валиков. Даже есть велюровый валик. Вот новый, новьем. Вот еще один валик. Здесь есть перчатки. Там есть даже выключатели новые. Кто-то понимает, что это стоит денег. Вот такая, не знаю, какой-то укрывочный материал. Наверное, у меня не разбирала еще весь этот коробок. Но все, мне это пригодится. Друзья, я же еще один клад нашла. Вот сейчас я только с вами его откатала. Елки-палки. Это же триммер. Косить траву. Это же триммер. Обалдеть. Я не знаю, работающий он или нет. Вот Леша 4-го числа приедет. Но судя по самому триммеру, он новый, новьёк. Это вот косить траву. Обалдеть. Представляете, вот у Ани даже старый стол забрали хозяев. А нам пооставляли здесь кучу всего. Вот арголиты, кусочки. И самое шикарное, это вот этот сундук. Я его отшлифую. Сделаю или куплю красивые молды. Все это дело облагорожу. И это будет просто раритет. Ой, посмотрите, какой новенький внутри. И здесь лежит еще роба. Причем новая роба. Штаны. Вот здесь вот для всяких мелочей. В общем, красота. Это все будет... Это все будет очень-очень красиво. Здесь вот такие полки. Даже есть стиральная машина. Представляете, стиральная машина есть. Обалдеть. Это же тоже раритет, а? Класс. Так, что еще здесь? Микроевроцемент. Целый мешок. Здесь осталось даже от кухни. Тоже буду перешлифовать, красить. В общем, красота. А это что у нас? Ой, растворитель бутылка. Чистить кисточки. Обезжириваю. Вот, пожалуйста. Там фанера. Старый шкаф разобран. Какие-то металлические профили. Всю жену пригодится в хозяйстве. В общем, вот этот сарай. А, в том ящике, который я показывала, там еще есть вот такие новые кисточки. Прямо новье упакованные. Тоже они мне все это дело пригодятся. Так, здесь я вот вчера эту крапиву посшибала. Все заросло. Поскольку здесь нет вода от вода на крыше, это же все надо делать. Вот это будем все облицовывать. Это пеноблок утеплен пенофлексом. Вот, но его нужно еще, в общем, сверху еще чем-то закрывать. Я прокопала здесь вот такую траншею. Когда шел дождь, вот здесь собиралась вода. И, конечно же, все это шло под фундамент. Но пока здесь нет отмостки. Я наскорую руку прорыла здесь небольшую вот такую траншею. И вода стала уходить. Все, здесь ничего не стоит. Здесь еще есть вот такой сарай. Тут все чистить придется. И, скорее всего, вот этот сарай я точно уберу. Скорее всего. А там не знаю. Здесь какие-то обрезки с материала. Вот этот пластик сделано в ванной. Какие-то фанерки. Что-то, то, что мне пригодится, я обязательно оставлю. Старые корзины вот тебе нужно повыбрасывать. Там вон какие-то лежат окна. Ну, в общем, один клад, вернее, второй клад я уже нашла. Это триммер для того, чтобы траву покосить. А вот здесь вот я с Лешиком планируем сделать зону отдыха. Конечно, вот это все уложится плиточкой. И здесь сделаем барбекю. Поставим шезлонг. Солнышко поворачивается вот так. И как раз вот здесь вот после 12 солнышка. В общем, здесь будет красота красивая. Конечно, вот это тоже все надо поубирать. Здесь вот шиповник растет. Ой, надо пособирать. Смотрите, какие ягодки. Туалет этот снесу. Туалет и вот этот сарай. Короче, оставим вот тот сарай. Облагородим его. Где погреб. А вот это все уберется. И сразу откроется вид на огород. И там, возможно, будут дорожки. Невозможно, а будут. Я хочу еще сделать дорожки с фонариками, с подсветкой. В общем, будем делать райский уголок. Вот здесь вчера я тоже поращищала. И вообще все было заросшее. Вот это вот все надо убирать. Вот это вот безобразие. Вот эти вот сливы. Посмотрите, тут уже джунгли. Тут уже джунгли. Вот это все вырубывать. Вот. Так что, друзья, запоминайте, как это смотрится сейчас. Не знаю, пройти с вами. Показать вам это. Полисадник. Вот там, скорее всего, я буду сажать цветы. Он достаточно большой, этот полисадник. Но там уже действительно целина. Там уже все поросло травой. Там уже давным-давно никто ничего не делал. Вот когда я буду рыть с Лешиком дорожки здесь, вот этот чернозем, который будет выкапываться под подушку, под дорожку, то есть червень, там, песочек, ну, все как положено. Все это я планирую, эту землю, вот сюда, в этот полисадник высыпаю. Вот, кстати, работает газовый котел. Слышите? Прелесть прелестная. Значит, он безопасный абсолютно. Газовики ко мне приезжали. Я его включала и даже езжала в Москву на три дня. И все нормально. Он автоматически включается, выключается. Вот эта труба, эта вытяжка. Так что с этим все очень хорошо и безопасно. Так, вот такой здесь полисадник. Видите, вот здесь уже точно целина. Вот это вот надо все поубирать. Ой, ну как же тепло, какое солнышко. Вот, тут очень много земли. Тут как бы не две сутки. Видите, вот я сейчас стою. Вот наше окошко. Пчелу я привезла из Москвы, градусник. Вот, видите здесь. Да здесь вообще столько цветов можно насадить. Вот. А вот наша канализация, кстати. Куда стекает наша вода, наш туалет. Это вот все сюда. Септик, так скажем. Вот здесь какие-то буры. Тоже надо будет все это дело разгребать. Вот. Ой, вообще красота красивая. Сейчас немножко пойду, передохну и дальше. Ну, мне осталось, короче, на дня два работы, чтобы докопать все это дело в огороде. Ай, все, друзья, на фоне этого голубого неба. Я желаю вам прекрасного настроения, мимоверного полета фантазии, веры в будущее. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.